Ну, а теперь пролетим над эпохами и расскажем о том, какие события произошли в эти дни декабря на протяжении всей истории нашего города. Но этот исторический дайджест у нас особенный. Учитывая прошедший в Петербурге культурный форум, мы посвящаем его только событиям из мира культуры. Итак, 1832 год. Александр Пушкин становится действительным членом Российской Академии. По воспоминаниям Вяземского, после первого заседания в новом статусе Александр Сергеевич остался крайне недоволен завтраками в Академии. В основном они состоялись из дурного винегрета и разных водок. На что извительный Пушкин заявил, что одно из первых его предложений по улучшению качества работы Академии будет требование заменить повара и накупить хорошего побольше французского вина. Тем самым Пушкину подобился сэру Исааку Ньютону, который тоже отчаянно скучал в Палате Лордов и произнес там единственную речь с просьбой «Закройте окно». Из него очень дует. 1871 год. В Академии художеств открылась первая выставка художников-передвижников. На ней были представлены картины «Грачи прилетели» с Аврасова. Петр I допрашивает царевича Алексея Николая Ге. Портреты Крамского и многие-многие другие работы. Выставка имела огромнейший успех. Чистый доход товарищества-передвижников от этой выставки составил, внимание, 4 тысячи рублей. Огромные деньги зарабатывали тогда художники. Для сравнения, зарплата высококвалифицированного рабочего на заводе тогда составляла около 75 рублей в месяц. 1893 год. Продолжаем оставаться в 19 веке. На сцене Мариинского театра выступила итальянская танцовщица Пьеррина Леньяне. И она впервые на русской сцене исполнила 32 фуэте, что вызвало в буквальном смысле шок у зрительного зала. Ничего подобного ранее русская публика не видела. Потом 32 фуэте повторила Матильда Кшесинская. А сейчас это один из обычных элементов балетного танца, который могут делать даже некоторые учащиеся в Агановке, не говоря уже про большую сцену. Но независимо от эпохи школ фуэте, это всегда красиво. Занимаем места в зрительном зале. Смотрим. АПЛОДИСМЕНТЫ Продолжаем. 1913 год. В Лунопарке, он располагался по адресу Офицерская 39, там где сейчас находится концертный зал Мариинского театра, прошло первое представление футуристического театра. По воспоминаниям, первым на сцене появился эгофутурист Крученых. Он прочел нечто, состоящее из обрывков фраз, всхлипываний, криков и междометий. Закончил так. Ах, ух, я протух. Публика неистово аплодировала. Цена за билет на это зрелище, кстати, была огромной. 9 рублей за кресло. В следующем вышел Маяковский. Его выступление было больше похоже на поэзию. За что, как потом писал Владимир Владимирович, его публика засвистела до дыр. Субтитры сделал DimaTorzok